Всем привет, в этот прекрасный дождливый день я буду снимать Илью Найшулера для РБК стиль Поехали Все особо, куда записываешься сейчас? Начинается мучение, и так? А меня эти щеки надо всасывать, наверное, да? Подожди, вот так лучше с меня, вот так Я научился, да? Просто потом фотошоп Зубы белее, нос короче Фейстюн, фейстюн ебанем Да, сейчас Героическая, советская поза, да Мне нравится, когда я вижу свою фотографию, где я себя не обламываю Что редко, я просто всегда себя обламываю И я не знаю, что я не объективно отношусь к своему, к своей визуальной составляющей Мама всегда говорила, что я весьма симпатичный парень Ты такой, знаешь, вид чувака такого из 19 века Тебе не хватает киномизирования вот этого всего Это киномизирование, я понял Тебе нужны чуть более подчеркнутые усы Блять, у меня проблема, у меня, видишь, у меня, к сожалению, только усы растут Мне постоянно, я делаю live-эфирм с такими, мне говорят, классная усы Я такой, идите нахуй У меня просто здесь ничего нет, поэтому это всегда У меня была бы такая борода, бы, возможно, я бы такую бороду себе сделал, но увы А насколько ты себя ощущаешь евреем? Я об этом, честно, не думаю Ну, скажем так, когда я вижу какого-то еврея, где-то что-то негативное, я такой Плохо, плохо То есть вот это у меня, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это че там я присутствую Я не думаю, я считаю себя русским, евреем, но я не думаю об этом как Как, я знаю, может быть, такой попсовый, это я чувствую себя землянином, вот кто я Космополит Землянин, я с этой планеты, все Я не контролирую, кем я родился Как можно держать какой-то предрассудки к человеку от вещей, которые от него не зависят никак Ну, это же бред И как ты относишься к роскоши, роскошному образу? Никак, никак, ну что, мне нравятся хорошие вещи, у меня хорошая, дорогая машина, у меня хорошая квартира Я не заморачиваюсь на одежде, то есть я, у меня есть какой-то минимальный простой вкус, но я не часто покупаю себе какие-то обновки Мне нет такого, что надо обязательно в этом сегодня что купить, на чем следить, я не слежу Я покупаю сразу на полгода, на год вперед и ношу, и мне как бы, мне просто похуй, нет на это сил То есть я могу одеться, когда нужно премьеру, что я оденусь симпатично, нормально, но без какого-то фанатизма, для меня это не греет Есть вещи намного, вот я люблю видеоигры, вот я к видеоигры, я к ним отношусь по-другому, вот это я люблю, и кино Мне нравится, ты на всех фотографиях с одним и чем живут А мне, слушай, а что сделать, я могу улыбнуться, но это будет такое я, понимаешь? Я нашел то, что где я сам себя не обламываю, и теперь я везде так Кстати, расскажи мне про твои амбиции актерские, они вообще есть? Я очень хочу сниматься у своих друзей в маленьких ролях, как я бы сказал вот так, камео, роли, вот это классно Маленькие, чтобы ответственность была минимальная Как ты себя видишь, в какой роли? В любой, которая небольшая, в которой я визуально хоть как-то подхожу Эпизодическое? Эпизодическое вообще с удовольствием Я прям заебал на всех просить, дайте мне за эпизодическую роль А с точки зрения нормальной роли, мне предлагали Предлагали походить к касте, я понимаю, что это очень неправильно Есть артисты, это их профессия, они занимаются, они живут этим И они должны это делать Я никогда не буду профессионалом Максимум, что я могу сыграть Это довольно-таки забавную сцену, которая... Вот как у меня у Каримова я снялся, да, с Сашей, у меня был первый такой опыт в кино Получилось здорово Объективно я смотрю, я себе там не нравлюсь, но я должен там себе не нравиться, потому что персонаж там был боёк Приписываю на тебя вот такой вот Ты вроде, ну, такой чувак с относительной бедимостью, не минимум, вот это вот всё Но ты при этом сохраняешь непосредственность, и это здорово А знаешь почему? Нет Мне просто не первый раз говорят, и у меня есть очень простой ответ Я задумался, почему так? Почему же? Потому что у меня есть настоящая уверенность в себе Я знаю, что я стою, и мне что-то выделывается, и что-то какие-то более умные вещи пытаться сказать, чем я и чем я являюсь, бессмысленно Потому что там просто нахуй надо Ещё я помню, что мне нравится с людьми общаться, мне просто всё интересно И я вот начал делать все эти бесконечные... Скажите, эти кассы на электропоезда вниз и направо в туннель, через туннель, вот куда вам нужно Удачи Потому что я очень много времени провожу дома, вот тыкнушись в компьютер Я когда есть общение, у меня постоянно ночью звонки с Америкой, и я прям понимаю, что я заёбываю Я говорю, ребят, терпите, потому что я на английском могу только с вами ночью поговорить, поэтому я получаю удовольствие Ты вообще любишь людей? Знаешь, сейчас Боря Барабанова, знаешь Боря Барабанова, критика коммерсанта Я послал ему клипы, я послал ему из давней приятеля, он послал клипы Угиталия, первый вопрос для коммерсанта Почему ты так ненавидишь людей, что они тебе сделали? Я говорю, Борь, я люблю людей, я реально искренне люблю людей То, что если я убиваю людей в ролике, это значит, что я не люблю людей Надо делать так, сесть, да? Да, залезть Сейчас, подожди, а как бы это сделать? Чтобы это еще выглядело Сейчас, подожди, вот это классно? Нет, а как сесть, чтобы это было классно? Давай Давай ты просто закинешь сюда ноги, скрестишь Чуть-чуть запачкаешь, что понятно, но Самая дорогая обувь, я специально для тебя оден Я оценю, ты только... Поза йоги Третье работы самого на себя То, что ты сам ответил только Ты самим собой Хочешь сегодня ничего не делать, поиграть в видеоигры, посмотреть кино, вперед Завтра придется два раза сильнее работать Но сегодня ты можешь Мой любимый рабочий ритм это Нихуя не делать до последнего момента А потом включить все резервы И просто не спать 48 часов и сделать все, что нужно И это самое обидное Когда я пишу что-то Это самый результативный подход И это очень плохо, я знаю, что я сажусь Я здоровье И нужно держаться нормальному графику, ходить в спортзал периодически Ты как-то самый студент Который до самого конца Я просто не вырос Моральный возраст 18 лет Ты очень громко Прямо крикнул на весь мир Хардкором И потом по большому счету Ты заявлял себя в клипах Это не шаг назад С одной точки зрения да С точки зрения того, что надо быть режиссером Не стоит после большого фильма уходить на 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 маленькое Но для меня лично это была возможность Много чего попробовать То, что я не попробовал в следующем фильме И мне самое главное, что Вывод какой был Есть простое правило в Голливуде Если ты хочешь снимать нон-стоп Ты должен иметь проект один за другим Как кегли выставляешь сразу Я настолько делал хардкор Насколько был занят, что я ничего вперед вообще не думал И когда хардкор его купили У меня были встречи со всеми с Люсей Говорят Илья, допустим, у тебя есть 100 миллионов долларов Какое кино ты будешь делать? Я такой И я понял, что я никогда в этой ситуации больше не нахожусь Я вот три года, у меня столько проектов Что сейчас вот Надеюсь, что пойдет И с этого момента будет прям вот Ударными, пока не сдохну Чего нового от тебя ждать В плане каких-то технических фишек Это раз Просто хорошее кино Следующее кино Просто хорошее кино А что такое хорошее кино? Хорошее кино Просто в универсальном понятии хорошее кино Это с крепким сюжетом С мощной игрой артистов Думаю, что будет экшен Потому что надо еще как-то уметь продавать Что-то продавать Но без такой фишки Как вот прям вот Ей фишка Все снимаем зад наперед Все снимаем от первого лица Нет Здесь вот просто будет хорошее кино Для меня это самое важное Потому что я всю жизнь этим жил И я не должен был делать кино с фишкой Так попала фишка Так легла, что я буду снимать кино с фишкой Мне очень повезло, что эта фишка у меня родилась То, что Тимур в моментах ее схватил Сказал, давай сделаем Но теперь хочется сделать Просто крепкое кино А знаешь, что я недавно знал? Есть люди, которые не имеются фантазии В принципе У них людей, которые не могут Я скажу, представь себе банан Представляешь банан? На столе деревянном И там еще букет стоит сзади рост Ты представляешь себя Есть люди, кто не могут И они не знают, что такое есть И они уже в немаленьком возрасте Им объясняют И они такие Это пиздец Это абсолютно здесь настоящее Есть люди, кто не могут запоминать лица В принципе У меня плохая память на лица Есть люди, кто вообще отсутствует память на лица Они каждый день знакомятся заново Но они понимают, что человек там Я помню по одежде Но лица ничего не говорят Но самое страшное Это фантазия У тебя нету просто У людей есть несколько Какой-то маленький процент До процентов Которых отсутствует Возможность представлять Они читают книги Я прочитал большую статью про это В интернете Одну страницу Это большая статья И было очень написано Что я читаю книги Я просто вижу слова Я понимаю все Но я это не вижу И мне стало так обидно За этих ребят А ты художник Или ты ремесленник? Художник Хули Хули Ну конечно нет Слушай, ремесленник Просто опять же Мне ничего плохого Быть ремесленником Есть очень много Очень талантливых ремесленников Которые очень классно Если мы говорим про кино То прыгают с жанра в жанр И делают на заказ фильма Не свои Но делают очень качественно И есть много Которые я очень уважаю И люблю таких режиссеров Это не про меня Как бы Это не лучше не хуже Это просто по-другому Спустимся Конечно Ты бы сказал бы заранее Я бы одел бы какие-то говнодавы Реально Единственная хорошая Обувь у меня Все, пиздец Ну по мне Русское кино началось С дозоров Ну так чтобы все такие О! Можно ходить на русские фильмы Они будут неплохие Поэтому еще двадцатки нету У нас постоянно шаги назад Один вперед Пять назад А в чем заключается Пять назад? В твоем понимании Русский фильм После которого зрители выходят И говорят Я больше нахуй не пойду На русское кино И это постоянно происходит Постоянно хуевые Не буду называть Я не хочу обсирать людей Но огромное количество Русских комедий Зарабатывают деньги Но люди после них Не хотят доверять русскому кино Надо уже поднимать Наш кредит доверия И постоянно какие-то Мудаки его сливают Но зарабатывают деньги И чувствуют себя при этом хорошо Такая раковая опухоль киноиндустрии Она присутствует И все знают Кто они Но ты не из их числа Нет Слава Богу Эта пуля пролетела мимо Но, понимаешь Я был бы из их числа Я бы штамповал бы фильмы Нон-стоп Просто зарабатывал бы И что бы у меня в жизни Изменилось То есть ты деньги С продакшена не пилишь? Нет Никогда не пилили Никогда не пилили Никогда не будем Потому что Я сильно верю То, что надо зарабатывать С результата А не с процесса И эта волна тоже меняется Потому что я не единственный в России Продюсер, кто считает Уже все больше и больше таких ребят Которые так Ребята, давайте сделаем хорошее кино Заработаем Кутата Тоже здесь не могу Делать, что я эксперт По русской киноиндустрии Я ни в целом случае не эксперт И судить мне не очень хочется остальных Но я просто иногда вижу Что очевидно Очевидно задача была Не сделать классный фильм Который людям понравится Задача была Освоить бюджет Что-то попиздить Или сценарии убогие Абсолютно Ну, я думаю Самая большая проблема Это отсутствие сценариев Все мои знакомые сценаристы Кто что-то понимают Они все говорят Пиздец Конкуренции нету И поэтому нет хороших фильмов Не важно какой у тебя бюджет Не важно какие у тебя артисты Таланты, режиссеры И продюсеры толковые У тебя хуёвый сценарий Иди нахуй Ничего не буду Можешь немного облокотиться, пожалуйста Да Мои владения Белорусско-бутырские Белорусско-бутырские Не грусти А? О, господи, блядь Чё с подчерсткой пиздец, блядь Что с ним? Ну, блядь Только это, блядь, я, знаешь Блядь Колоссус из Люди Икс Знаешь, что это Покажи А чё другое есть? Ты, будучи продюсером Дал бы шанс Илье Найшулеру Пятилетней давностью сейчас? Пять лет назад я уже закончил Снимать хардкор Время летит Да, да нечестно Назад надо прыгнуть Ещё раньше, да Потому что по первым клипам Я понимал, что всё будет охуенно Мне прям было понятно Особенно на фоне этого пиздеца Который все остальные снимали Из всех клипов в Ленинграду, которые ты снимал Что бы тебе более значило? Дай мне параметры, скажи какой из них лучше Сценарий Визуальная составляющая Визуальная составляющая будет кольщик В сценарии будет вояж Работа режиссёра Идентичны все Но они все были Там не было один проще другого Я на всех не спал, парился, мучился И я не один Нас было много Поэтому Супер Пойдём вниз Пойдём Как ты относишься к критике? Когда говорят, что хорошо, я молодец Хорошо отношусь Хороший люд, плохой не очень Не, ну всё зависит Реально всё зависит Я не воспринимаю только одну И мне кажется смешной, когда люди Когда люди говорят неправду Это неприятно Когда говорят, что хуйня, это, слушай, для кого-то... Это опять семью носки Дорога Понял? Прикрывай эту дорогу Если что-то говорит, что... Говорят, ну вот это проёб, это проёб Я понимаю, что это проёб Я такой, да, слушай, ну вот Всё-таки я чувствовал, что это неправильно И совпадая с людьми, как бы Действительно, как бы, ну Подтверждение своих ощущений Когда говорят на охуительную какую-то сцену Или охуительный снятый план Или охуительная сработающая штука То я очень уверен, говорят, что Хуета Просто так, хуета Ну, блядь, нет У меня очень такая штука была В биопатическом ВКонтакте Пишут люди, начинают Пишут Какая-то жесть, прям ненависть Пишут там Ты пидор Я отвечаю, нет Такие Блядь, ты мудила Нет Нет, ничего лучшее Это не я придумал Это Влад Каптер, мой монтажёр Прежиссёр монтажа придумал Когда я покалывал, я говорю, что ответит Влад говорит, нет Гениально Пишешь нет И люди такие Ты блядь Я такой, нет Это мне не западло зайти Раздельно писать нет У меня есть переписки длиной, там, три месяца Я через день человек Пишет какую-то гадость Я говорю, что нет Это просто выводит из себя Потому что ответ, как бы Пидор ответ Нет Это может бесконечно длиться Энергозатраты у меня минимальнейшие Я получаю юморок от того, что я вижу, как Пытаются что-то там, какую-то, как-то задеть Сука, удача, блядь Кожа толстая Как ты здесь меня видишь, чтобы Можно вот так вот чуть-чуть? Прекрасно вижу Прекрасно вижу, да Ты считаешь режиссера Найшулера актуальным на сегодняшний день? Если да, то в чем актуальность? Так не хочется самого себя отсасывать Ну правда Ты же похож на меня? Илюха, отсоси саму себя Реально, что тебе западло? Ребра достань, отсоси Вот, блядь, ну Ладно, давайте, Вилли, похлопай тебя по спине Почему бы и нет? Почему ты пиздатый фотограф? Я неплохо сегодня по рынку снимаю портреты Это у меня получается чуть получше, чем у некоторых коллег Хорошо Я неплохо снимаю клипы И мне получается это получше, чем у большинства моих коллег А вот скажи тогда вопрос в договку Ты не боишься, что тебя впоследствии будут воспринимать как клипмейтера? Нет, слушай, я должен бояться, знаешь, в лес не ходить Значит, я боялся сначала, что я все буду снимать от первого лица Все, мне постоянно говорили, ну давай ты будешь, типа Мне все прилагали какие-то вещи, снимай от первого лица Я попал вот в эту штучку, в воронку первого лица Ну пиздец, все Ну что, типа Потом я снимал заодно вперед кольчиком, блядь Я буду прилагать заодно вперед Так и прилагали, все у мира приходили рекламы, предложения заодно вперед Окей Есть другой очень важный момент Лучше меня будет знать, как чувака снимает лучше всех в мире от первого лица И лучше меня будет знать, как клипмейкера Нежели не будет знать совсем Остальное, это моя битва за мое место под солнцем Можно просто бласкать, я подвинулся, бас А если тебя посадить где-нибудь вот здесь? Садить? На стекло, да? Да Хороший друг, Георгий, давай дружить Скажи, да, без имен, разумеется, просто чего-нибудь Ну, если взять, допустим, твою братью режиссерско-актерную Ну, довольно напыщенные Мэтры, которые знают себе цену Знают, как они лучше выглядят в кадре Я тоже знаю, посовершил рискнуть и посмотреть, что будет Я же потом, ну, в лучшем случае, ты им пишешь какую-то Буду я себе не нравиться, скажу, Георгий Нет, нет, все Поэтому, слушай, это эксперимент Нельзя Но, ты знаешь, к сожалению, в наших реалиях Даже экспериментировать немногие готовы Это вот проблема Интересно Это логично, но чуть странно К сожалению, логично Но данность такая, что никто не готов рисковать своей какой-то псевдорепутацией И выглядит на фотографиях немного не так, как они бы хотели Сейчас мы делаем Я бы не хотел, чтобы это было Это эксперимент Я думаю, ну, ладно, в лучшем случае, как бы, ну, будет какая-то штука Но Я скажу, в моей жизни просто достаточно много экспериментов Венчались успехами Да, интересно, новые моды слушать новости на максимуме Знаешь, это музыка и больше хуя Это новости Так, расскажи мне напоследок Мне кажется, классно Ты вообще красавец А последок Скажи мне, пожалуйста, как тебе удается совмещать свою музыкальную деятельность Никак Никак, вообще никак Идем дальше? Давай Никак не с ними ни одного Пока одно, второе спит Ну, потому что концертная деятельность требует подготовки большой Кино требует еще больше, разумеется Когда нет кино, можно делать музыку Прошло три года с хардкор Я так не успел сделать альбом Потому что я то не торопился, то торопился Но были проекты Как-то, ну, все неправильно В каждом проекте есть одно правило очень важное В каждом проекте должен быть драйвер И человек, который тащит, толкает всех остальных Он не должен быть главным и самым талантливым Нужен быть человек, который постоянно Эй, ты сделал эту штуку Давай соберем и сделаем это Кто-то должен контролировать И большинство моих проектов получается так, что я главный И из-за этого они страдают Потому что мне не хватает моральных сил Физически, пострадать за всем И когда я понял, что надо делегировать и разделять Стало чуть проще И что-то из-за этого ускоряется Но это процесс Подожди, 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 понятие Что это такое? Это типа... Это прислонятор Что за бред, блядь? Что нельзя было сделать норм... Ладно, окей Ну, окей Давай чуть-чуть ты вот сюда вот отодвинешься Я тебя сфотографирую Я прислоня... Прислоня, прислоня, я чусь Для чего ты тратишь в уйма времени на игры? Нет, получаю массу удовольствия Просто массу удовольствия Ты просто так расслабляешься? Да, это отдых, это... Это удовольствие, это отдых Все в одном Пойдем? Стой здесь, стой здесь, пожалуйста Мы познакомились с ребятами из Яндекс Драйва И там... Опять пихнул, да? Свои вот эти... А там без этого невозможно Слушай, у меня нет таких денег на группу Блин, это реально зашкажут И Тинькофф Обраудишься? Не, слушай Я скажу очень просто Я все понимаю, что люди взбесились Но есть простая правда Не было бы Тинькоффа Не было бы этого клипа Это был самый дорогий клип в истории России Серьезно? Да И когда мне говорят, что мы со Шнуром купили квартиры за этот клип Нет, мы все деньги въебошили в клип Там... Поэтому... Давай сделаем, пока мокрые Давай въебанем в России Такую московскую Криминальную, блять, историю Чай не хочешь, слушай? Может, тебе нет, не помню Можем пойти, у меня в свой дом У меня есть еще 15 минут, почему-то надо за полчаса подготовиться Я покажу микрос Супер, давай Майн радио Ох, классно, я выгляжу, конечно Ставил Камеру выключаем Вот так вот закончился мой первый творческий эксперимент Спасибо Илье, что согласился поучаствовать в нем Я очень надеюсь, что вам понравилось Нашло отклик в вас И очень хочу получить от вас какую-то обратную связь, комментарии Или пожелания, что исправить, что добавить Может быть, каких гостей пригласить С кем было бы интересно записать и сделать съемку И мне сказали, чтобы я обязательно в конце сказал Чтобы вы поставили лайки и комментарии И подписались Мне очень будет приятно Это будет меня очень сильно мотивировать Дальше что-то еще делать И всем спасибо С вами был Георгий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok